159 семей три года ожидают положенные им по закону участки. Некоторые решили поменять землю в другом районе из-за сложностей с рельефом. На это потребовалось немало времени, но основной проблемой стала федеральная земля в микрорайоне Кудепста, где ранее планировалось строительство ТЭС. Без её передачи на баланс города было невозможным оформление других подготовленных территорий, расположенных в Ардане и селе Верхнениколаевском. Для решения вопроса администрация Сочи провела встречи с Росимуществом, направила обращение в правительство страны. И вот теперь на очередной встрече с инициативной группой многодетных Анатолий Пахомов сообщает радостную новость. Мы всё это сделали. Теперь уже на 100% уверенность есть, на 100%, что это теперь наша земля. Мы стараемся, чтобы наши многодетные получили земли исключительно в границах муниципального образования города Сочи. Поэтому сейчас мы зашли ещё на одни земли. Это земли федеральные. Утверждение детального плана всех трёх территорий началось. На это потребуется неделя. После постановки участков на кадастровый учёт эта процедура займёт один месяц. Три месяца уйдёт на процесс замены тех участков, которые попали в зону корректировки. Связана она со строительством инженерно-транспортной инфраструктуры. Таким образом, все три территории земельными участками получат свой кадастр к концу марта. Елена Щукина из тех, кто получил разрешение на строительство дома, на садовом участке. Через суд попросила землю в другом месте. Новое разрешение для тех, чьи участки нуждались в корректировке, мэрия подготовила за свой счёт. Также таким семьям уменьшили арендную плату. Вместо трёх тысяч рублей в год они платят только 10%. Первые полтора года мы оплачивали. Я лично оплачивала, как положено. А потом нам снизили до 300 рублей в год. До момента, пока у нас не изменится наша ситуация. В прошлый год это было тоже 300 рублей с участка. Теперь главный вопрос для многодетных – когда их массивы смогут обрести полноценную жизнь в микрорайоне молодёжном, что в Ордане уже разработан план по строительству дорог и коммуникаций. Как только всем земельным участкам будет присвоен кадастровый номер, а это должно произойти 31 марта, семьи должны заключить новые техусловия с Кубанинерго и водоканалом. Сложнее обстановка в Кудепсте. Единственный технический мост, соединяющий земли с цивилизацией, был смыт наводнением. Анатолий Пахомов поручил финансистам найти с бюджета средства на возведение моста. Кроме того, все территории предназначены не только для индивидуального жилищного строительства, но и под возведение социально значимых объектов – детских садов, пунктов первой помощи, игровых площадок и других. Параллельно в администрации ведется работа по предоставлению земель для следующих очередников. Участки они получат сразу после окончательного распределения текущих 159 земель. «Новые в количестве 72 по улице Львовска для тех, кто стоит в очереди сегодня. И в микрорайоне Кудепста 49 земельных участков дополнительно к тем, которые уже получат их в результате перераспределения». Таким образом, для следующих очередников уже выделен 121 земельный участок. Сейчас администрация Сочи прорабатывает вопрос о передаче с федеральной в муниципальную собственность еще земли около 50 гектаров в селе Раздольное. После чего начнется процесс разработки документации по планировке этой территории и учет количества участков. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.